Привет, друзья! Это Вкусные Истории. И сегодня мы гуляем по Красным Воротам. Погнали, будет интересно. Итак, друзья, Красные Ворота. А почему? С детства я мечтал увидеть наконец-таки эти Красные Ворота, куда меня периодически привозили, но, к своему сожалению, я никогда их здесь не находил. А все почему? Ну вообще, что такое Красные Ворота? Углубимся немножко в историю, как мы с вами это любим. Так вот, Красные Ворота изначально назывались Триумфальными, и были они построены после победы Петра Первого над шведами в Полтавской битве. Так вот, Красным Воротам, можно сказать, так не везло, потому что они неоднократно горели, перестраивались, горели опять, строились заново. Ну и, собственно, название Красные Ворота-то они получили, потому что они были красными. Ну или, возможно, бытует мнение, что это все-таки по их красоте. К концу 19 века ворота совершенно уже мечтали городской среде. Какое-то время даже маршрут трамвая пролегал под аркой, собственно, Красных Ворот. И уже в начале 20 века было принято снести, потому что они совершенно уже не вписались в городскую среду. Ну, в общем, Красных Ворот, на площади Красных Ворот, к сожалению, моему уже нет. Наверное, у многих есть какая-то традиция в семье праздновать профессиональные праздники. Ну, кто-то отмечает, например, День Десантника, кто-то, может быть, День Нефтянника, кто-то еще какого-нибудь, может быть, День Учителя, профессиональный праздник в семье. В нашей семье сложилась традиция отмечать День Работника Министерства Путей и Сообщения. Или же, проще говоря, День Железодорожника. А все почему? Моя бабушка имеет звание почетного железодорожника, и в свое время она работала в Министерстве Путей и Сообщения. Ну, и, собственно, благодаря ей я оказался на Красных Воротах. А почему, спросите вы меня. А все очень просто. Здесь находится здание Российских Железных Дорог. Это бывшее здание Министерства Путей и Сообщения. И здесь же рядом находится ведомственная поликлиника. И в свое время я и моя сестра наблюдались именно в этой поликлинике. Ну, то есть это самая настоящая ведомственная поликлиника, которая относилась к Министерству Путей и Сообщения. Ну, и да простит меня мой благодарный зритель за это хвастовство, но да, мне хочется немножко похвастаться, потому что наблюдаться в данной поликлинике было крайне приятно. И посещение врача, что у меня, что у сестры, ну, не было связано с каким-либо стрессом, потому что я прекрасно был знаком со своим педиатром. Ну, было немножко такое теплое, что ли, отношение. То есть я приходил как будто к своей старой знакомой бабушке, которая прекрасно знала все про мои болячки, ну, которых, слава богу, было не так много. Была знакома с моей сестрой, с моей бабушкой. Ну, то есть это было такое, ну, ламповое, что ли, посещение врача. Ну, то есть в целом посещение поликлиники, нельзя сказать, что было в удовольствие, но стрессовых ситуаций точно не вызывало. И так как я, мальчуган, маленький, совсем, вам, наверное, не видно, но вообще маленький, выходя из поликлиники в надежде найти красные ворота, потому что я себе представлял что-то такое, ну, монументальное, типа московского Кремля, ну, не знаю. В общем, это будоражило в некоторой степени мою фантазию. Я выходил из станции метро красные ворота, и красных ворот, собственно, и не находил. Ну и что же могло привлечь мое внимание? А здесь находится одна из московских высоток. И это полностью компенсировало мое желание увидеть красные ворота. Естественно, идя к метро, я задавал множество различных вопросов, которые возникали у меня с этим зданием. И мои родители, и моя бабушка часто мне рассказывали много интересных историй. И сегодня я бы хотел поделиться этими увлекательными историями с вами. Здание поликлиники, кстати, тоже заслуживает отдельного внимания. Здание такое причудливой формы. Если посмотреть на него сверху, оно напоминает букву Че. Построено оно в начале 20 века с высокими потолками, с колоннами. Ну, вообще оно такое не квадратное, что ли, а такой причудливой формы. Всегда мне было симпатично это здание. Садовая Спасская улица, дом 21, дробь 1. Вот оно. Это одна из московских высоток. Как их еще называют семь сестер. Эта высотка не самая большая, но ее высота компенсируется месторасположением. То есть она находится в самой высокой центре Садового кольца. Ну и за счет этого нивелируется ее высота. Чем интересно здание, как, наверное, больше инженерное сооружение. Высота здания 138 метров. Оно не полностью жилое. Жилые только корпуса по правой и левой стороне здания. Жилые корпуса разные поэтажности. Один из них 11-этажный, второй 15-этажный. А в центральной части находятся различные учреждения, министерства. Сейчас бы мы это назвали, наверное, офисный центр. Примечательно, что в цокольном этаже этой высотки располагается входной вестибюль станции метро Красные Ворота. Изначально предполагалось, что все сталинские высотки будут оборудованы входом в метро. Но время все расставило немножко иначе. Интересный очень процесс строительства этого здания. Потому что входной вестибюль на станцию Красные Ворота и здания строились одновременно. Все это делалось, ну, потому что строители в какой-то степени торопили. Стройки осложнены были еще некоторыми моментами. Потому что это послевоенная Москва. Специалистов с должным опытом не так много. Механизмов еще меньше. Потому что на тот момент, наверное, на всю Москву было что-то порядка 45 башенных кранов. И строители столкнулись с, ну, наверное, типичной проблемой для московских грунтов. Очень много плывунов. Ну и в целом, московский грунт, он нестабилен. При строительстве входного вестибюля, а там еще такая интересная, там две эскалаторные группы. И в середине эскалаторная группа еще поворачивает немножко левее. И еще при этом строится высотка над вами. То есть огромный котлован. И необходимо сделать вокруг этого котлована фундамент для будущего здания. Крайне сложная такая процедура. К чему прибегли строители. Они, собственно, пробурили скважины. В эти скважины были опущены трубки, по которым пустили охлаждающую жидкость. Тут же работали рефрижераторные установки, которые замораживали и тем самым стабилизировали грунт. Ну, а как мы помним из уроков физики, жидкость при замерзании расширяется. То же самое происходило и с землей вокруг стройки. Ну, то есть жидкость, которая находилась в земле, она начала расширяться, и, соответственно, грунт начал вспучиваться. И был у нас один такой замечательный конструктор. Звали его Виктор Абрамов. Он рассчитал, что в одной части фундамент здания может подняться на 50 мм, что впоследствии приведет к отклонению всей конструкции на 16 см. К чему прибегли строители? Мне кажется, вообще гениальнейший ход, потому что они начали строить здания с наклоном. То есть они строили с наклоном 16 см от первоначальной оси. Ну, и в результате, в 1950 году, когда были удалены охлаждающие трубки, когда грунт начал оттаивать, здание дало усадку и выпрямилось согласно проектным отметкам. Ну, а что касается внутреннего убранства квартир, есть несколько отличительных черт, на которые бы я хотел обратить ваше внимание. Ну, в первую очередь, конечно же, дома оснащались по последнему слову техникой на тот момент, кухни имели встроенную технику, оснащались холодильником. Кроме этого, на кухне был доступ, ну, собственный доступ к мусоропроводу. Правда, многие с течением времени отказались от такого блага цивилизации, потому что через это отверстие часто заползали всякие нежелательные гости. Хозяева чаще всего все-таки замуровывали эти отверстия. Кроме этого, раковины оснащались измельчителем мелкого мусора. Ну, мне кажется, это такая экзотическая штука даже на сегодняшний день в Москве. Этот дом был оснащен автономной системой кондиционирования воздуха. То есть воздух снаружи забирался, проходил систему фильтрации и охлаждался до температуры 15 градусов. Ну, и в зависимости от температуры окружающего воздуха на улице, он подогревался до нужной температуры. И еще, мне кажется, очень крутая экзотическая штука. В доме была централизованная система пылеудаления. То есть это такая штука, когда в подвале стоят компрессоры, которые втягивали воздух, а в квартирах были в стене некие отверстия, куда хозяйка могла, например, вставить шланг и убирать пыль, ну, как обычным пылесосом. А воздух, который всасывался, он проходил фильтрацию, и пыль, соответственно, оседала в неких контейнерах, и дальше он просто удалялся на улицу. А еще здесь есть такая, ну, некая легенда. Говорят, что в этом здании есть специальный лифт именно в метро. Ну, не знаю, насколько это правда или нет, но точно могу утверждать, потому что знаю это не понаслышке, а знаю это из первых уст. То во времена войны станция метро, Красные ворота, она была закрыта для пассажиров. Но все-таки во время войны метро, оно действовало, оно не закрывалось, оно работало, оно перевозило пассажиров. Но некоторые станции, они выполняли некую такую, ну, инженерное сооружение для обороны города. И вот станция метро Красные ворота, это был телефонный узел. Но это тоже такая инженерная штука, которая больше, наверное, относилась не к обороне города, а к обороне страны. Потому что вся телефонная связь была сконцентрирована здесь, под землей на Красных воротах. И станция метро была закрыта для обычных пассажиров. То есть люди не могли туда выйти. Хотя метро в период войны действовало. И точно знаю, потому что эту историю мне рассказывала моя бабушка. На станции метро есть небольшая дверца, не буду говорить вам где. Но если туда зайти и пройти несколько коридоров в нужном направлении, там будет лифт. И насколько глубок этот лифт, я не знаю. Но бабушка рассказывала, что она спускалась, по-моему, на три этажа ниже уровня метро. Ну, такая вот вам городская легенда, если хотите. Ну, а за сегодняшнюю кулинарную историю я предлагаю по традиции, по моей традиции, когда я приезжал на Красные ворота, я приезжал, как вы помните, в поликлинику. И после этого мы ходили обычно в кафе мороженое. Так что предлагаю сегодня, несмотря на не очень жаркую погоду, отправиться в кафе и поесть мороженого. Ну, в общем, раньше, конечно же, это было одно мороженое, но теперь мы стали взрослее, поэтому к мороженке добавился крем-суп и полипимая рельешечка. Но я могу себе позволить, так как я уже взрослый, есть десерт перед супом. Когда дети вырастают, они могут делать, что хотят. Ммм, павличный. Прям как детский. Ммм, очень вкусно. Слушай, прям, очень вкусно. Может, ну его, этот суп, покажу-ка я себе еще мороженого. И еще одна есть интересная особенность у этого здания. Если приглядеться, то можно увидеть на нем герб Советского Союза. А если приглядеться еще лучше, то можно увидеть 16 ленточек вокруг снопов. Не 15, как мы с вами привыкли. Ну, есть там такие ленточки, на которых находилась надпись, призывающая пролетарии всех стран соединяться. А объясняется все это очень просто. А все потому, что на момент строительства этого здания в состав Советского Союза входило 16-е. Карелло-Финская Социалистическая Советская Республика. Ну и, конечно же, другое, но не менее интересное здание. Оно расположено здесь, на пересечении улиц с Новой Басманной и с Садовой Черногрязской. Шедевр конструктивизма на Красных Воротах. Это здание РЖД. Ну или дом-паровоз. Мне кажется, тоже похоже. Ну что ж, такие у нас сегодня были вкусные истории. Спасибо вам огромное за прогулку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Поехали дальше. Будет интересно.